Рассоны, Миоры, Верхнедвинск, Браслов, Докшицы. Эти города уже остались позади. Стартовал Андрей из Новополоцка накануне праздника Победы. Потому символично, что в маршруте обязательные остановки у памятных мест, связанных с Великой Отечественной войной. А их на пути более 30. Каждая бередит душу. Преследовал цель в этом забеге напомнить гражданам Республики Беларусь, какой ценой досталась нам свобода, независимость нашего народа. Самое, конечно, трогательное место – это была деревня Шуневка. Такое очень печальное, страшное место. Вот этот колодец, где фашисты топили детей. Сарай, куда согнали всех жителей деревни, сожгли их. Путешествие по Витебской области Андрей задумал еще в октябре. Все это время упорно готовил себя и физически. На работу ходил пешком, а это почти 24 километра. И морально смотрел видеоролики для вдохновения. Уже выйдя на маршрут, признается Андрей, посещала мысль вернуться домой к семье. Есть такая фраза «Если начал, побеждай». Вот старался, старался до последнего победить. Ну, считаю, я победил себя. Ежедневно марафонец преодолевал до 70 километров. Даже ни погода не была препятствием для достижения цели. А это почти 560 километров. Дождевик, одеяло, гидратор для воды и палатка – это все, что взял с собой в забег Андрей. Багаж увесистый, почти 12 килограммов. Ночует под открытым небом, греется у костра. За время путешествия встретил немало отзывчивых белорусов. Предлагали подвезти и телефон зарядить, и даже накормить. Но ведь тогда теряется весь смысл забега. А посвятил его Андрей памяти героев летчиков в Беларуси – Андрея Нечипорчика и Никиты Куканенко. Увезти самолет, буквально этот пятачок, 10-метровый, и тем самым погибнуть и спасти людей. Считаю, что это настоящий героический поступок. Я горжусь, что был знаком с одним из героев. Сегодня ровно год как страну потрясла новость о трагедии в Барановичах. Этот свежий рубец никогда не заживет. Он в сердце каждого белоруса. Виктор Пралич, Расим Гурбанов, телекомпания СТВ. Продолжение следует...